Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Швета Злата Викторовна, я ординатор кафедры факультетской терапии, ассистент кафедры фармакологии 1-го Санкт-Петербургского университета имени Павлова. И сегодня вашему вниманию я бы хотела представить видение эндокринолога на нейроэндокринные механизмы нервной анорексии. Первое описание нервной анорексии датируется еще 17 веком и оно принадлежит Ричарду Мортону. Обратите внимание, как он описывает свою пациентку. К нему пришла женщина в состоянии истощения и аминореи, то есть отсутствия менструального цикла. При этом она могла совершать длительные прогулки, много читать и конспектировать. Такое состояние Мортон расценил как нервную чахотку. Он считал, что это психическое заболевание и состоит, заключается оно в особенной умственной страсти. Он начал лечить эту пациентку горькими пилюлями для стимуляции аппетита, противоистерической водой с нашатырным спиртом и касторкой, и пациентке как будто бы на этой терапии стало лучше, и она отказалась от подобных методов лечения, решив довериться природе. Мортон согласился, но вскоре побежалел об этом, так как пациентка, к сожалению, скончалась. И термин нервной анорексии появился уже впервые в 19 веке благодаря работам Уильяма Галла и Эрнеста Лосега. Уильям Галл определял нервную анорексию как синдром, проявляющийся воздержанием от пищи, отсутствием аппетита, что вследствие этого сопровождается снижением веса, развитием аминореи, то есть отсутствием менструального цикла, сменой привычек и состоянием гиперактивности. Далее частота аминореи, частота нервной анорексии только увеличивалась. В 60-е годы прошлого века широкую известность приобрела модель Лесли Лоусон, которая выступала под именем Твиги, что можно перевести как тоненькая, хрупкая, от Твиг, Трастинка. При росте 169 см девушка весила всего лишь 40 кг, и миллионы девушек по всему миру, стремясь походить на модель, худели до изнеможения, что и начало называться синдромом Твиги. Жертвой этого синдрома стала и известная музыкальная исполнительница Карен Карпентер, которая после замечаний журналистов о своем наборе массы тела, о вопросах, не беременна ли она, решила экстремально снизить массу тела. Она начала отказываться от еды и дошла до отметки 40 кг при росте 170 см. Близкие пробовали ее лечить, и на какое-то время наступило улучшение. Она со всеми за столом ела, и все было в порядке. Однако после этого она убегала в туалет и вызывала рвоту. Однажды Карен нашли уже мертвой, сердце девушки не выдержало. Ее масса тела в тот момент составляла 36 кг. Другим проявлением, другим названием является синдром Барби. Впервые он описан в Англии. Одна из английских девушек очень хотела походить по внешним характеристикам на Барби и отказывалась от еды, ела только бумагу. На данный момент нервная анорексия описывается как расстройство, характеризующееся преднамеренной потерей массы тела, которое вызывается и поддерживается пациентам. Это расстройство связано с боязнью ожирения, дряблости фигуры, которая становится для пациента назойливой идеей. И пациенты самостоятельно устанавливают для себя низкий предел массы тела. Нервную анорексию следует отличать от нервной булимии, которая является синдромом, характеризующимся повторными приступами переедания и выраженным беспокойством по поводу контроля за массой тела. Нервная булимия сопровождается бесконтрольными перееданиями, которые затем пациентам компенсируются рвотой или приемом слабительных средств. Нервная анорексия может поразить любого человека, любого пола и любого возраста, однако до 90% больных – это лица женского пола в возрасте от 12 до 24 лет. Летальность при нервной анорексии достигает по разным подсчетам от 5 до 15%. И она связана, с одной стороны, с нарушениями сердечной деятельности, которые вызываются анорексией, а с другой стороны – высокой частотой суицидов у данной группы девушек. Причина возникновения нервной анорексии окончательно не установлена, однако выделяют три группы факторов – это биологические, психологические и социальные. Если говорить о психологических факторах, которые могут привести к развитию нервной анорексии, то это различного рода внутриличностные конфликты, низкая самооценка девушки, как факторы риска выделяют склонность к перфекционизму, трудности в преодолении негативных эмоций или каких-то конфликтов. Среди социальных факторов выделяют негативное влияние семьи, друзей, знакомых, то есть критическое восприятие окружающих людей лишнего веса пациента и какое-то высмеивание его, насмешки, излишнее обращение внимания на это. Кроме того, здесь следует сказать о доминирующей в обществе точке зрения о некрасивости полноты, о влиянии киноиндустрии, моды и так далее. И символом анорексии стала девушка Изабелла Каро. Ее фотографии вы видите на слайде. Она, в отличие от многих, никогда не стремилась быть худой, но в 12 лет, когда у нее началось половое созревание, ее мать начала на нее оказывать психологическое давление. У нее вызывало панику и агрессию взросления дочери и изменение ее форм. Она перестала ее опускать из дома, она заставляла ее худеть. И вскоре девушка начала отказываться от еды, лишь бы не вызывать негатив со стороны матери. Изабелла пыталась даже стать моделью, однако излишняя худоба помешала ей в этом. И однажды девушку пригласили в программу, где она рассказала свои истории, и на нее обратили внимание врачи, и ее спасли. Ее на тот момент вылечили от анорексии. Она написала книгу «Маленькая девочка, которая не хотела толстеть, чтобы предостеречь остальных девушек вот этого заболевания». Однако организму уже был нанесен непоправимый вред, и Изабелла в 28 лет умерла от нервной анорексии. Выделяют множество биологических факторов на данный момент. Это абсолютно точное существование генетической предрасположенности к анорексии. Это различные структурные изменения в головном мозге, в центральной нервной системе. Это изменения как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения серого и белого вещества в различных областях головного мозга, которые отвечают за вознаграждение, за восприятие пищи, за восприятие чувства голода и чувства насыщения, за пищевое поведение. Большую роль уделяют нейроэндокринным механизмам. Здесь стоит сказать о роли серотонина. Мы знаем, что центральная серотонинологическая система участвует в контроле настроения, восприятия, памяти, страха, стресса, аппетита, полового поведения и так далее. И на данный момент считается, что дефицит серотонина приводит к увеличению заболеваемостей различными психоэмоциональными расстройствами, и в том числе нервной анорексии. Другой медиатор, который следует рассмотреть, это дофамин. В дофаминергической системе важную роль играет система награды. Дофамин входит в состав мезолимбического пути, как медиатор, и участвует в реализации механизмов награды. Повышенную активность дофаминергической системы связывают с ограничением питания, с дальнейшей потерей массы тела, с гиперактивностью, которую как раз таки описываю Мортен у своей первой пациентки, с искажением образа тела, с тем, как воспринимает человек свое тело, и с менструальной дисфункцией. Выделяют три стадии в течение нервной анорексии. Все начинается с мыслями о том, что в моем организме что-то не так, в моем теле что-то не так. Предпринимаются первые попытки сбросить вес. Далее наступает анорексическая стадия, после стадии стойкого голодания, когда теряется от 20 до 30% общего веса. Здесь у девушек наступает эйфория от похудения и ужесточение диеты для достижения более быстрых результатов. И через полтора-два года наступает кахектическая стадия, когда уже наступает необратимая дистрофия истощения внутренних органов при снижении веса до 50% от начальных цифр. Соматические осложнения, которые встречаются у таких девушек, огромны. Они затрагивают практически все органы и системы. И сегодня хотелось бы остановиться именно на осложнениях со стороны эндокринной системы. Здесь стоит вспомнить, как же устроена эндокринная система. Главный в эндокринной системе – это гипоталамус. Он регулирует работу всей эндокринной системы. Следом за ним идет гипофиз. Это эндокринная железа, которая располагается в головном мозге, которая вырабатывает так называемые релизинг гормоны, разрешающие гормоны, которые будут воздействовать на все остальные эндокринные железы. Это щитовидные железы, это надпочечники, это яичники и семенники. И все они поражаются при наступлении нервной анорексии. Стоит сказать, что вся эндокринная система построена на принципе отрицательной обратной связи. Как это работает? Мы сказали о том, что гипоталамус регулирует функцию гипофиза. Гипофиз, в свою очередь, вырабатывает тропные гормоны, гормоны к определенным железам. И эндокринные железы вырабатывают гормоны, влияющие уже на различные клетки и мишени в нашем организме, меняя их функцию. Так вот, гормоны, которые синтезируются эндокринной железой, они могут влиять на саму эндокринную железу и на гипофиз и гипоталамус, подавляя их. То есть, если одна из желез вырабатывает слишком много гормонов, например, щитовидная железа, она начинает вырабатывать очень много тиреоидных гормонов. Их большое количество начнет в результате подавлять саму щитовидную железу, начнет подавлять выработку тиреотропного гормона гипофиза и тиреотропин-релизинг гормона гипоталамуса. Какие же изменения наступают в эндокринной системе при развитии нервной анрексии? Вы видите то, что затрагиваются многие эндокринные железы. Но с чего все начинается? Все начинается с двух гормонов, которые регулируют аппетит. Это лептин и грелин. Лептин, гормон сытости, он вырабатывается в жировой ткани. И он обеспечивает возникновение чувства сытости у человека. Гормон грелин вырабатывается в желудке, в двенадцатиперстной кишке и даже немножко в головном мозге. И он, воздействуя на гипоталамус, обеспечивает чувство голода у пациента. Соответственно, при развитии нервной анорексии количество жировой ткани снижается и количество лептина также пропорционально снижается. И наоборот, девушка при нервной анорексии все время голодна, количество ее грелина все время растет. И в данной ситуации они начинают реализовывать не только свои физиологичные функции по регуляции аппетита, но они начинают влиять на гипоталамус в целом, влияя на всю эндокринную систему человека. Идет изменение по гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной оси эндокринной системы. Подавляется выработка тиреотропин-релизин гормона. Вследствие этого уменьшается количество тиреотропного гормона. И щитовидная железа начинает меньше вырабатывать своих тиреоидных гормонов. Чем это сопровождается? Это сопровождается потерей волос, сухостью кожи, склонностью к запорам у девушек, болезненностью менструаций, депрессией, бессонницей, судорогами, ознобами и быстрой утомляемостью зачастую. По каким еще осям идет нарушение? Конечно, затрагивается репродуктивная ось женщины. Гонадотропин-релизинг гормон уменьшается. Уменьшаются вследствие этого тропные гормоны гипофиза. Это лютеинизирующий гормон и фолликулостимулирующий гормон. Вследствие этого нарушается работа репродуктивной системы. Мы это увидим в нарушениях менструального цикла вплоть до аминореи, вплоть до отсутствия менструации у женщин. Почему это происходит? Выработка лютеинизирующего гормона и фолликулостимулирующего гормона уменьшается. Фолликулостимулирующий гормон стимулирует первую фазу цикла женщины, стимулирует рост фолликулов в яичниках с увеличением синтеза эстрогена и пролиферацию в матке. Во время овуляции, во время пика эстрогена, также по механизму здесь уже положительной обратной связи, резко вырастает количество лютеинизирующего гормона. И именно лютеинизирующий гормон способствует овуляции у женщины. И что происходит далее? Далее вот этот фолликул, в котором жила до этого яйцеклетка, превращается в желтое тело. Желтое тело начинает синтезировать прогестерон. Это вторая лютеиновая фаза овуляторного цикла. В это же время эндометрии наступает секреторная фаза, увеличивается число сосудов, желез. И если не наступила имплантация эмбриона, то происходит менструация, и цикл заканчивается. У женщин с аминореей выработка фолликулостимулирующего гормона, выработка лютеинизирующего гормона нарушается. Нарушается процесс овуляции, развиваются анавуляторные циклы, что ведет к бесплодию такой женщины. Кроме того, исчезают менструации, что называется аминореей. Другие нарушения мы можем увидеть в оси гипоталамус-гипофис надпочечники. Надпочечники – это эндокринные железы, которые вырабатывают гормоны стресса, кортизол в том числе. И вот при нервной анорексии активность этой оси увеличивается. Увеличивается количество кортикотропин, релизинг гормона. Увеличивается вследствие этого количество адренокортикотропного гормона гипофиза. Вследствие этого увеличивается активность надпочечников и наблюдается увеличение количества кортизола, гормона стресса, что негативно сказывается на внутренних органах женщины, на белковом метаболизме, на углеводном метаболизме, на жировом метаболизме. Если подвести итог эндокринным нарушениям в организме женщины, то мы говорим о подавлении функций щитовидной железы, о подавлении функций яичников, что сопровождается нарушением менструального цикла, ановуляцией, бесплодием, снижением синтеза половых гормонов и увеличение активности оси гипоталамус-гипофиз надпочечники с избытком гормонов стресса, с избытком кортизола. Как не допустить развития анорексии? Это можно сделать при правильном похудении в случае необходимости. Какой же первый шаг? Первый шаг нужно грамотно оценить. Нужно ли вообще девушке или молодому человеку худеть? В этом нам помогает такой индекс, как индекс массы тела. Он вычисляется по формуле. Масса в килограммах делится на рост в метрах квадратных. И существуют определенные шкалы, которые говорят нам о том, что человек с тем или иным индексом массы тела находится в своей нормальной массе тела, или она снижена, или она повышена. И вот если она повышена, можно говорить о необходимости похудения. Как же снижать вес? Снижать вес нужно только медленно и постепенно. За 3-6 месяцев нужно сбрасывать не более 15% от исходной массы тела, а дальше уже говорить об удержании веса. И ключ к успешному снижению веса – это сочетание грамотного рационального питания и активного образа жизни, достаточного количества физнагрузки. Существует множество методик, которые позволяют нам подобрать правильное питание для достижения массы тела. Можно использовать, например, метод подсчета калорий. В таком случае нужно изначально понять, сколько же калорий в сутки вы потребляете, чтобы оценить вообще мало или много. Для этого нам могут помочь различные таблицы калорийности, либо различные приложения, которых сейчас в достаточном количестве, которые позволяют считать калории, белки, жиры, углеводы и другие микроэлементы в потребляемой пище. Дальше нужно понять, а сколько калорий вообще нужно конкретно мне. И здесь нужно сначала посчитать, какой у тебя есть физиологический суточный расход энергии, то есть сколько нужно просто на существование организма достаточное. Существует также много формул. Привела на слайде различные варианты для женщин, для мужчин в различном возрасте. И далее вот этот физиологический суточный расход энергии нужно умножить на коэффициент, отображающий вашу физическую активность, в зависимости от того, насколько вы ведете активный образ жизни. Далее, если мы хотим поддерживать вес, мы берем вот эту величину и стараемся питаться с потреблением пищи в рамках этой суточной калорийности. Если же есть необходимость снижения массы тела, то величину калорийности суточного рациона нужно уменьшить на 20%. Обычно это 500-600 калорий. Суточный калораж дальше нужно разделить на 3-5 приемов пищи в день. Завтрак должен составлять 25%, может быть второй завтрак до 15%, обед 35%, полдник 10% и ужин 15%. Есть другой способ снижать суточную калорийность рациона. Это так называемое правило тарелки. Оно очень удобное и позволяет питаться разнообразно, сбалансировано и в принципе соблюдая суточный калораж. В чем суть этого правила? 25% вашей тарелки должно быть отдано под какие-то белковые продукты. Это может быть мясо, лучше выбирать нежирные сорта, рыба, также нежирных сортов, яйца. Далее 25% это длинные, так называемые сложные углеводы, крупы, твердые сорта пшеницы. И 50% тарелки это овощи и несладкие фрукты. И на данный момент никакие клинические рекомендации мира не рекомендуют для снижения массы тела голодание. То есть ваш рацион должен быть сбалансирован. В нем должно быть много всего, он должен вас радовать, но при этом в плане суточной калорийности он не должен быть избыточным. И во всех клинических рекомендациях сейчас говорится о физической активности, как о неотъемлемой части коррекции и поддержании массы тела. На данный момент рекомендуется в принципе всем, а не только тем, кто хочет снижать массу тела, регулярные аэробные физические упражнения не менее 150 минут в неделю. Это могут быть какие-то групповые виды спорта, бег, плавание и так далее. Спасибо вам за внимание, спасибо тем, кто дослушал эту лекцию. Я надеюсь, она позволит вам относиться к себе правильно и с любовью. И в случае необходимости, если вам даже нужно корректировать массу тела, не делать это с помощью голода, с помощью изнуряющих диет, изнуряющего спорта, а делать это грамотно, прививая себе правильные пищевые привычки и правила здорового образа жизни. Спасибо.